Оленеводы 6-й бригады СПК Ерфьем дают в 80 километрах от окружной столицы. Каждые три дня меняя зимнее пастбище. Малоснежная зима доставляет немало проблем оленям стадам и кочевникам. Накануне к жителям Тундры отправились представители законодательной власти. Олена Ваучейская продолжит. Продолжительность, сроки и расстояние зимних переходов оленевого стада зависит от обилия снега и степени истощения места выпаса. Форма копыт оленей прекрасно приспособлена для откапывания ягеля из-под сугробов, а также для передвижения в условиях глубокого и рыхлого снега, по твердому насту и льду. Оленеводы 6-й бригады СПК Ерфь меняют зимнее пастбище раз в три дня. Раз в три дня они устанавливают заново, а потом разбирают свой чум. Зима в этом году выдалась суровая. Сильные морозы сменили метели. Впрочем, это не мешает оленеводам передвигаться на несколько десятков километров по Тундре в день. В начале февраля к оленеводам приехали гости. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ярослав Нилов, окружные депутаты Андрей Смаченков и Матвей Чупров. В Тундре не в первый раз проблемы знают. Самое основное, что сегодня надо решать вопрос с изменением правил рыболовства и правил охоты. И пока ты сам не ощутишь, насколько тяжелый труд оленеводов, пока ты не поймешь, какие здесь природо-климатические условия, пока ты на себе не почувствуешь всю эту нагрузку, даже доехать от города на Ринмар, на снегоходах, на современных средствах транспортных, 20 раз упав в снег, в сугроб, вытаскивая товарищей, ты не поймешь, насколько все это тяжело. Тундровая жизнь действительно тяжелая. Вдвойне обидно, когда ее усложняют неправильные решения, принятые в теплых кабинетах. Когда чиновники в теплых морсовских кабинетах меняют правила охоты, правила рыболовства, они должны учитывать специфику региона. Слава Богу, что нам удалось достучаться до Росрыболовства и в Госдуме поднять вопросы. Хорошо, удачно встретился губернатор. Мы услышали слова поддержки со стороны руководителя Росрыболовства, который сказал, что, во-первых, он сюда делегирует своего заместителя, который приедет на месте, пообщается, посмотрит и поддержит те изменения, которые были подготовлены депутатами ненецкого парламента. Для того, чтобы не делали искусственных звездей браконьеров. Здесь не развлекаются, вылавливая рыбу и охотятся не ради забавы. Депутаты окружного собрания прибыли в стойбище не с пустыми руками. Привезли оленеводам продукты и пообщались по текущим проблемам. Дальше будем им помогать, заодно пообщаемся, узнаем вопросы и постараемся им помочь. Непосредственно уже, когда вернемся в Наринмар. Те вопросы, которые будут озвучены, постараемся их решить. В соответствии с российским законодательством, коренные малочисленные народы Севера имеют льготы при выходе на пенсию по возрасту. Но, к сожалению, город Наринмар и поселок Искатели не попал в тот перечень населенных пунктов, который позволяет как раз пользоваться этой льготой. Поэтому мы все необходимые документы оформили, направили в правительство. И наша задача общими усилиями, представителями всех фракций, всех партий, и исполнительной власти, и законодательной власти добиваться того, чтобы защищать права наших граждан и обеспечивать возможность продолжать то, что десятилетиями, может быть даже столетиями является традицией, как оленеводство. Тем временем у оленеводов 6-й бригады СПК ЕРВ все готово, чтобы отправиться на новое место. Чум и нехитрый домашний скарб собраны, и ездовые олени запряжены. Аргиш отправляется в путь.